Глава администрации Олег Черевко сегодня провел пресс-конференцию для городских и окружных средств массовой информации. Темой разговора стали итоги уходящего года и планы развития муниципалитета на будущее. Подробнее в следующем материале. В своих вопросах главе администрации журналисты затронули практически все животрепещущие темы. Это и строительство жилья, коммунальные проблемы жителей, благоустройство муниципалитета, здравоохранение, образование, социальные проблемы и многое другое. Не остался в стране и экономический блок вопросов. В частности, журналистов интересовало, как будет развиваться муниципалитет в режиме жесткой экономии средств и как это отразится на горожанах. То, что мы должны будем перестроить всю внутреннюю часть, это да, речь идет о чем. Оптимизация бюджета не подразумевает под собой сокращение в плане социальных выплат и гарантий. А речь идет о том, что вследствие тех именных организационных мероприятий, которые были в предыдущие годы вполне уместны, на сегодняшний момент с точки зрения сегодняшнего дня не совсем правильно расставлены акценты. Речь идет, если идет оптимизация, то это идет речь о снятии дублирования по управлению этими учреждениями или предприятиями в целом. Но не именно о том, что какому-то конкретному человеку придется увидеть в следующем году сокращение его заработной платы, то есть фонда платы труда или тех дополнительных выплат. Спросили представители СМИ о том, будут ли продолжены те темпы строительства жилья, которые были в 2013 году, ждать ли сокращения работ. То, что касается работ по фонду жилищного строительства, те работы, которые начаты и которые сегодня ведутся, они будут сохранены. То есть жилье, которое сейчас строится, будет вводиться в эксплуатацию в следующем году по тому графику, который заключен в рамках соглашений. Дополнительно сейчас забивки свай под новые дома по работам, связанным с фондом жилищного строительства, пока не будет. Ну, премии затягивают все, поэтому, соответственно, мы должны понимать и ту ситуацию, которая существует. Поэтому в преддверии, может быть, этих событий я все-таки старался сместить центры тяжести по строительству в сторону инвесторов. Ни для кого не секрет, что по улице Дзержинская там начата забивка свай под дома. Там у нас должно быть порядка 11 домов. На сегодняшний момент право аренды по конкурсу досталось у АО «Жилстрой» и дом ИК. Также глава администрации поделился с журналистами впечатлением об итогах традиционных встреч с населением. Как отметил городоначальник, сменился вектор вопросов, но их меньше не стало. Те вопросы, которые были обозначены на первых встречах, я хорошо помню встречу в геофизиках, когда население очень напряженно реагировало вообще на сам факт появления перед населением, то сейчас, конечно же, обстановка немножко попроще, полегче. Вопросы, они перетекают от встречи к встрече, но, естественно, что очень радует, меняется амплитуда. То есть те вопросы, которые были обозначены ранее, мы постарались по максимуму отработать и нашли понимание у населения, что действительно наша работа шла по правильному пути, и те орг-мероприятия, орг-выводы были сделаны не напрасно. Беседа Олега Черевко с журналистами длилась один час. За это время городоначальник ответил на 22 вопроса. Эти ответы мы покажем в полной версии пресс-конференции, которая выйдет в эфир 20 ноября в 20 часов 30 минут.